Дембийский Роман Вячеславович, 4 октября 1973 года, город Волгоград, место рождения. В Украину приехал по контракту с лагерем ЧВК «Вагнер». Вообще, в общей сложности в жизни своей, получается, в колониях 11 лет на сегодняшний день. Я поработал помощником руководителя типографии и имел средства на жизнь. Я не хотел воевать, и моя точка зрения вообще от ЧВК «Вагнер». Зэки тоже люди, их просто-напросто обманули, пообещав какие-то там через 6 месяцев свободу. Во-первых, до этой свободы еще надо дожить раз. Во-вторых, обеспечение, не имея продуктов питания, воды, тепла, сухих вещей, табака. Даже теплая одежда. Перчаток. Как это можно вообще назвать? Да, что выживаемость, я думаю, даже не неделя, а день-два. И вот одного просто утром не стало, а ГС прилетело прямо именно в окоп. Вот он первый день. Он двести. Я наслышан был, что в Украине наемник всего мира. Ну, это так преподносилось, да. Но вот сейчас я ни одного не вижу. Я не видел негодяйства. Ну, вот как есть. Новости я вообще не смотрел с 2018 года, потому что, когда меня посадили, я сидел один. Вообще один в камере. Ну, мне позволило было иметь телевизор, холодильник, вентилятор. И в камере, находясь, ты смотришь один и тот же телевизор. И смотришь, что там что-то ничего не меняется. Каждый день одно и то же. Это целенаправленно идет раскручивание. То есть я призадумался. Не устраивает меня политика российского государства. Считаю, что мы вернулись во времена НКВД 937 года. И шансов свобод, развития никаких нет. Для расширения своего кругозора надо, значит, отойти к истории, и подойти с абсолютно другой стороны. Меня заинтересовала нестыковка. Нестыковка. Каких вроде таких несущественных фактов. И я понял, что в Советском Союзе после революции произошла подмена ценностей. Значит, они ликвидировали весь класс, который имел образование. Имел свою точку зрения. И людям просто подложили, грубо говоря, свою историю, к которой они будут учиться, развиваться и жить в дальнейшем. Они просто воспитывали свое поколение новое. Теперь, после того, как была объявлена мобилизация, люди ощутили на себе тяжести, как видите, уже войны. То есть подорожание цен и так далее. То есть общественное мнение против войны. Соответственно, выборы в 2024 году не приведут к победе Путина. На такую, какую он рассчитывал, амбиции президента России, которые, имея уже абсолютную власть, абсолютно безнаказанность, уже цинично и очень подло будет заблуждение людей при помощи Скобеевой, которая находится на зарплате, которая вещает по второму, по-моему, каналу целый день, в которой находится Соловьев, который Путина олицетворяет там. Ведь никто не задумывается на том, что те люди получают зарплату по 50 тысяч долларов ежемесячно. Все те люди, которые приходят на эти общественные организации, эти общественные трибуны, тоже находятся на зарплате. Я озвучу эту определенную точку зрения. Я считаю, что Путину дали возможность жить, нажиться, как-то там семья, любовница, окружение, тратить деньги, балдеть за границей. Но они перегнули палку и насрали. И теперь им просто сказали, «Ребята, вы либо сматываете вот эти свои амбиции, как бы давайте жить, как жили». Нас привезли и отправили на передовую, то есть прямое расположение войск Украины и Россию друг напротив друга. И наутро мы должны были наступать. А почему я должен был, с какими мотивами я должен был двигаться к людям, которые просто ставят за свое уровень, за свое независимость, за свои принципы. И я решил уйти. От них уйти сложно. Тоже сложно, потому что по одному нельзя ходить. То есть в туалет даже нельзя уйти. То есть у меня получилось. С позиции я дошел до Бахмута. Пешком дошел до Бахмута. Под утро, когда начинал расцветать, дожидался где-то, ну, полпятого, пяти часов утра и начинал потихоньку выдвигаться, чтобы еле-еле светло было, ну, как бы выйти вдоль лесополосы, идти спокойно. Я я не боялся вас, то есть я был готов, но просто когда я подошел ближе, да, ну, какой-то страх человек, я думаю, ну, сейчас чуть-чуть успокоюсь, отогреюсь и, как бы, соберусь с мыслями, найду удобную ситуацию, как бы, и, может быть, через местных жителей обращусь, ну, потому что почему-то посчитал, что могут расстрелять сразу. Да, оружие было с собой. Нет, амуниции не было с собой. Она мне была не нужна. Ну, фантастический, но факт, когда я в Крамницу закрылся наверху, я утром пошел под рассвет, насмотреть, да, на что-то. Я там услышал, что рация работает, и увидел, что ребята приезжают и запускают дрон. И это для меня явилось фактом, что, блядь, меня могут принять просто за корректировщика. И просто человеческий страх меня вернул в этот домик, в эту Крамницу. Я закрылся, забил дверь и через окно с другой стороны вылазил. Я находился в бане за домиком по улице, и как бы слышал, что подъехала тяжелая техника. То есть еще с вечера я понимал, что это не «Жигули» приехал, что это подъехали украинские вооруженные силы. Я как бы видел, что они начали осматривать домики, ближайшие смотреть. И с утра слышал, что начали ходить. Ну, буквально следующий дом от меня вышел, от бани прямо. В бане у меня дымилось, то шел, дым строгой, как бы я ни печь, ни тушил, ничего. Я мог уйти, как бы просто взять эту сумку, просто выйти, спуститься на нижнюю улицу. Но это была бы оттяжка времени очередная, и смысла уже не было никакого. Ну, я не видел перспектив, мне либо надо было сдаваться, а не бегать. Потому что я увидел и патриотизм людей, которые не уходят из домов, которые бомбят и покидают. Приходят, кормят своих собак, приходят, ухаживают за своим. И как бы из теплоты с друг другом общаются. Поэтому, как бы, я сел, я остался в этой бане, никуда не пошел. У меня были шансы уйти, когда ребята зашли, вот так и так. Ну, да, просто я не оказывал никакого сопротивления. Я считал, что будут играть большую роль обстоятельства, при которых произойдет именно моя встреча с вооруженными силами Украины. На данном этапе, ну, просто сложились течения обстоятельств, что, в общем-то, ребята порядочные. Ну, не кривя душу. Отнеслись по-человечески. Я считаю, что люди должны созреть, должно пройти время. Люди должны увидеть, что все обещания власти, что сейчас все стабилизируется, и все у нас хорошо, и цены не растут. Они увидят это на самом деле абсурд, что расходятся слова на деле, что цены-то на самом деле растут. И за то время, до выборов осталось, ну, грубо говоря, два года, народ уже потихонечку, когда читаешь даже какие-то журналы, которые независимые, не политические, а какие-то спортивные, где-то там анекдотик какой-то, да, там, и он раз и проскользит, блядь, там, такого плана, что... Ну, вот, наша власть стала совершеннолетней, когда же она уйдет из дома. Ну, то есть, так потихонечку это проскакивает, то есть, люди, которые, ну, обращают на такие вещи, на такие моменты, то есть, они понимают, что все-таки это же не просто так написано. Я игнорировал выборы. Всегда считаю, что это, ну, фикция. Я еще по телевизору заметил, что российская армия никуда не продвигается. По телевизору они говорят одно, показывают картинки, а картинки одни и те же, изо дня в день происходят. Я на это обратил внимание. Это явилось таким фактом, я еще смеялся, я говорю, наконец-то, наконец-то, они даже немножечко почувствовали, что не всегда... Спасибо.